Привет, граждане! Это пятничное видео, а соответственно в нем мы поговорим. Сегодня я вам расскажу свой опыт эксплуатации устройства Playme Hard 3. Это современный радар-детектор со встроенным GPS-информером. Основное преимущество данного устройства, по мнению производителя, это высокая помехозащищенность и минимальное количество ложных срабатываний. Вот это я сегодня и проверю. И не только это. Должен вам сказать, что опыт подобного обзора для меня первый. Они работают с блогерами по схеме рекламирования продукта. Они просто просят рекламу и дают за это деньги. Представительство компании Playme в России работает по другой схеме взаимодействия с блогерами. Это западная схема. Мне совершенно бесплатно и безвозмездно предоставили устройство и попросили выложить на канал мое мнение о продукте. Никакой просьбы сделать рекламу и никакого давления на меня на тему того, что не надо отражать какие-то негативные стороны устройства не было. В общем, это будет совершенно честный обзор, отражающий мой опыт эксплуатации устройства. И ничего мне за это не будет. Что не может не радовать. Повествование построим достаточно простым образом. Таким же простым образом я подошел к тестированию этого устройства. Вначале посмотрим все то, что я записал по горячим следам именно в те дни, когда тестировал данный гаджет. А потом в финале я просто подведу итоги и выскажу свое окончательное мнение о радар-детекторе Playme Hard 3. Ну а начнем мы, собственно, с начала. Именно с того, как разместить это устройство. Устройство крепится на вот такую металлическую пластину, на которой есть две силиконовые присоски. И металлическая пластина вставляется в само устройство. По идее, дизайн устройства располагает к тому, чтобы разместить его у нижней кромки лобового стекла. Потому что все кнопки управления находятся на верхней крышке. Если мы вот так его разместим, это, в принципе, будет удобно. То есть экран виден хорошо, провод можно аккуратно протянуть, все здорово. Кстати, провод в комплекте не особенно длинный. Это не очень хорошо, потому что так его оставлять висящим, если постоянно устройство будет в машине, не очень удобно. Лучше бы проложить его где-то там под панелями, чтобы его было не особо видно. Собственно, в чем проблема? В инструкции написано, что приемник должен находиться как можно выше. То есть вешать устройство лучше на верхнюю кромку лобового стекла. Но тогда будет крайне неудобно им управлять. И еще непонятно, почему разъем питания с левой стороны. Лучше бы как раз USB находился слева, и так как USB разъем нужен для того, чтобы перепрошить устройство. А разъем питания с правой, чтобы провод протянуть по правой стороне. Но тем не менее, куда же мне его повесить? Я думаю, наверное, в начале даже думал, остановиться вот на таком варианте. Все бы, в общем-то, здорово, рядом с зеркалом, экрана не видно. Но управлять немного неудобно, да. Ну, что поделать, один раз настрою, по идее, и буду ездить. Но тут возникает проблема с проводом. Как мне бы вот провод проложить? Да, хорошо. Я проложу здесь его под козырьком, здесь под козырьком. И вот тут он будет перед лицом у переднего пассажира. Нехорошо, совсем нехорошо. Хорошо, тогда давайте вот так повесим его попробуем. Ну, тут он будет висеть перед лицом у меня и вообще болтаться посреди салона. В общем, с проводом получается беда. Он нужен очень длинный для того, чтобы его аккуратно проложить. Потому что тогда здесь прокладывать под козырьком, потом под стойкой, под обшивкой стойки. И вот как-то выводить его сюда. А так, в результате, именно с устройством из коробки, если не дорабатывать ни провод, ни чего, то получается, что крепить его придется где-то вот откровенно просто посередине. Он будет загораживать обзор, но тогда, в теории, можно и управлять им нормально, в принципе. Присуски эти постоянно разъезжаются. Так никак не могу зафиксировать их на месте. Ну, вот так вот как-то, да. Вот, наверное, вот так мне и придется его оставить. Но, на мой взгляд, с эстетической точки зрения, это вообще не по фэншую ни разу. Ну, давайте запуск устройства. Система готова. Система готова. Ну, поехали, посмотрим, на что способна готовая система. Я вам буду рассказывать, когда она что-то говорит. Ну, о первой камере она предупредила. Но сказала просто контроль скорости. Не сказала, что за комплекс меня палит. Не сказала, сколько там вообще, какое ограничение скорости. Потому что некоторые устройства данного типа, они говорят, что, мол, контроль скорости, комплекс такой-то, ограничение такое-то. Много информации. На самом деле, идеальным клочком информации в данной ситуации является контроль скорости и цифра ограничения. То есть, это так, по-моему, делает Яндекс на своих картах. Ограничение там, контроль скорости 60 или камера в спину 60. Вот так оптимально было. Сейчас он мне рассказал, что здесь висит камера. Может быть, он не сказал ограничение или она. Она женским голосом говорит, значит, наверное, она. Не сказала мне она об ограничении, может быть, потому что я не превышал. Тоже такое. Существует такая вероятность. Но здесь в пробке не превысишь особенно. Смотрите, пока тошнюсь, какую функцию нашел. Можно поговорить с ним. Как дела, братан? Тускло. Тускло, говорит. Слышишь, как дела? Авто. Авто. Слышишь, как жизнь? Максимально. Максимально. Отличный ответ, кстати. Как поживаешь? Нормально. Вот, видите, можно вообще пообщаться с ней. Собственно, я был прав. Только что я сейчас проезжал, но камеру выключил, потому что если она постоянно будет включена, я просто посажу батарейку и так и не смогу рассказать мнение свое о тесте. Камера вот здесь стоит. Я остановился на светофоре, но она здесь вот как раз в светофоре, и она смотрит на скорость, на превышение скорости. И мне прибор сказал, я слегка превышал, ехал 70, мне прибор сказал, контроль скорости, ограничение 60. То есть, говорит она о ограничении только когда вы превышаете. Если вы не превышаете, она просто вас оповещает о том, что впереди камера и не дает вам ненужную информацию. И, кстати, пищит, если превышаете. Так что вполне себе удобно. Хорошо. Это продумано. Очередное прямое включение, граждане. Только что, видимо, свеженький комплекс повесили, но на нем не знает. Может быть, он не подключен, поэтому и, собственно, не отреагировал. Но в GPS базе у него точно нет. Оп. Так что... Во! А теперь отреагировал. А вот этот подключили, смотрите, а? Тот. Там свеженький повесили. Нифига. Неподключенный, видимо. На этот отреагировал. Вон мне как пищал, что я превышаю. Но я не сильно превышаю. Так что не беспокойтесь с меня. Я знаю, найдутся люди, которые перевозят, скажут, как, что ты бедный на штрафы, кортавируешься. Не переживайте. Штрафы с превышением на 5-7 км в час никто не присылает. Знаете, что мне не очень понятно в этой машине, в этом машине, в этом устройстве? Скорость, скорость. Сейчас заодно посмотрю, насколько штатный спидометр у Равона врет. На 5 км в час врет при скорости. Вот он показывает 100, а у меня 95. Вот это GPS-устройство показывает. Ну что, в общем-то, молодец. Молодец этот чертяка. Предупредил меня, предупредил. У меня очередное прямое включение. Я знаю, здесь на мосту камера висит. Бьет она на 90. Вон она. Никак не реагирует. Но опять, ну непонятно. То ли ее отключили, то ли она в спину бьет теперь. Но я не превышаю. Оп, тормозим. Ограничение скорости 80 км в час. Ага. Это я перепутал. Вот на следующем мосту и на 80, на 90. А там тоже висела какая-то такая же штука. Ну вот здесь вот сейчас приду. А, вот, понятно. Они ее оттуда, что ли, сняли сюда, перевесили. Вот она висит. Но она как-то, знаете, она как-то вот так вот в раскоряку висит. Не знаю, как она ее заметила. Сама камера, которая именно фотографировать будет. Но тем не менее, тем не менее, предупреждают. Все, огонь. Сейчас сижу, уже минуту внимательно наблюдаю за встроенным вот спидометром, который здесь. Причем, когда останавливаешься, он тухнет и показывает часы. А когда начинаешь ехать, он показывает скорость. Ну вот там ехали рядом с постом ГАИ. ГИБДД виноват. Вот. И там он мне показывал 58, а ехали мы 30 по штатному спидометру. Вот я теперь сижу и вглядываюсь. Видимо, GPS потерял сигнал. Что-то там глюкануло. Вот жду еще. О, так, камера упалит. Вот смотрите, он ТРД рассказал, вон она, камера висит. Но не сказал ничего, потому что я не превышаю. Хороший функционал, мне нравится. Потому что некоторые устройства постоянно говорят, какое ограничение. И вот ты едешь в пробке, а она тебе ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, здесь все нормально. И вот слежу за скоростью, слежу. Она здесь пишет какие-то, знаете, какие-то цифры еще. Вот D423, D413, D396. Или частоты какие-то. Я не знаю. Надо почитать в инструкции, что он мне сейчас пишет. Но спидометр она сейчас убрала. Она мне пишет, что мне что-то облучает. Вот видите, опять. Ну, вторая камера здесь. Они здесь меряют 80, по-моему, здесь ограничения, да. Вот они здесь и замеряют. Вот она пишет. Так вот, насчет спидометра-то. Глюканул он. Именно с постом ГИБДД рядом, а? Чем-то там граждане нас на этих постах облучают какими-то лучами. Так что, как только пост ГИБДД проезжайте, сразу шапочку из фольги. Сразу. У меня вот в кепку встроена фольга там внутри. Так что меня марсиане не возьмут. Живьем. Прямое включение. Вон камера висит. Прям я успел. Ну, я знаю, что она здесь. Все предупредил. Не превышаем, поэтому чисто один звуковой сигнал. Но не нравится. Удобно. А вот сейчас проверил GPS-информер. Потому что она мне сказала, что камера в спину, ограничение скорости. Соответственно, камеру, которая бьет в спину, она почувствовать своим датчиком никак не могла. То есть она о ней просто знает. Соответственно, есть какая-то база GPS-координат с размещенными на ней точками. Наверняка эта база на сайте производителя обновляется. Можно подключить компьютерное устройство. Вот. Камера. Спасибо. Здесь в пробке особо не разговоришься, родная. Есть база-координат, который можно перезагружать. Она наверняка обновляется. Так что удобная вещь. Очень удобная. Продолжаю свои заметки на полях об этом устройстве. Езжу, тестирую его. Изучаю. Вот здесь недавно. Понавешали камер. Понавешали знаков с ограничением 50. Хотя всю жизнь здесь вроде как все ездили 60. И, в общем-то, быстрее не разгонишься. Но понавешали 50. И понавешали значков, что ведется видеофиксация. Еду, проверяю в базе GPS, похоже, этих мест. Нет, соответственно, она не предупреждает. Но она должна предупреждать, когда его получает. Ни о чем не предупреждает. Говорит, все чисто. Ну, собственно, проверил. Действительно, все чисто. Нарушать все равно не надо. Но я проверил. Это муляжи. Еще одна заметка на полях. Я вот думал, а зачем здесь кнопка мьют? Ну, зачем она нужна? В общем-то, ну, едешь, предупреждает. Она о камерах и предупреждает. Тем более, что есть режим. Город, трассы и так далее. Нет, кнопка мьют здесь действительно нужна. Знаете, когда ощутил? Когда по МКАДу поехал. Это просто нечто. На МКАДе, похоже, только вот, знаете, в дорожное полотно камера не встроена. Потому что она там вообще не затыкается. Она не умолкает. Едешь на машине, как на падающем вертолете. Серьезно. И там постоянно. Камера в спину. Камера контроль движения полосы. Камера туда. Камера сюда. Стрелка такая, сякая. Там, сям. Вообще просто жесть. И реально придется владельцу вот этого устройства запомнить, где эта кнопка мьют. Потому что так ее не видно. Как я уже говорил. Из-за расположения прибора не видно никаких органов управления. И нажимайте ее вот, когда по МКАДу едете. Потому что нарушать там вы все равно ничего не будете. На МКАДе нарушить достаточно трудно. Потому что ограничение в основном 90-100. И, в общем-то, МКАД практически никогда не едет так, чтобы там можно было нарушено. Но она там затыкаться просто не будет. Сегодня попробовал его поставить вниз. Так как, когда он висит сверху, все-таки неудобно. Во-первых, неудобно, что невозможно рассмотреть никак кнопки. Когда, ну, поуправлять все-таки мьют, там, включить или режим переключить. Вообще ничего не видно. Только на ощупь. Попробовал вот так. Все-таки как-то привычнее. Как минимум привыкать к нему будет. Ну, и плюс провод не болтается посередине. Как-то получше все-таки это, мне кажется. Вот. И, в общем, посмотрим, как он будет реагировать. Плюс лучше он будет. Сейчас, получается, экран у него направлен куда-то вообще в капот. И вообще будет ли он реагировать нормально? Будет ли он что-то говорить при таком раскладе? Вот это я сейчас и буду проверять. Не, ребят, вообще не вариант вот так его ставить. Четыре камеры я бы раскочил. Две так, две с нарушением. Ничего не пищит, не реагирует, не говорит. То есть, вот такое его положение. Это чисто использует GPS-информер. Все. Облучение он таким вот, при таком положении на лобовом стекле не чувствует. Так что нужно вешать наверх. Это не очень удобно. Но, если честно, так тоже не удобно очень. Не особенно удобно им управлять. Кнопки видишь, но там вот так вот корячится, приходит, чтобы их увидеть. В общем, крепить только на лобаж сверху. Вот так лучше не надо. В общем, поколдовав немного, я пришел к выводу, что вот такое положение оптимально. То есть, там крепление, вот эта планка металлическая. Можно немножко отогнуть, подкорректировать угол так, чтобы удобно было экран видеть. Ну, кнопки вот так, в принципе, рукой дотягиваешься, нормально. Единственное, надо запоминать, где какая находится, чтобы уметь ей управлять. Ну, а провод, провод вот так вот прокладывать надо будет. Вот как-то вот так, туда, значит, по стойке, наверное. Ну, и дальше как-то вот внизу. Но он короткий, вот этот провод короткий. В этом-то вся беда получается. Что непонятно, на что рассчитывает производитель. Как мне, потому что он висеть у меня будет. Как-то это нехорошо, когда он висит. Я помню в... Ну, не буду сейчас называть марку. Но он является точной копией. У меня тоже такой был на тесте. Я тестировал его и рекламировал его. Что у греха таить, не буду никого обманывать. Да, рекламировал его. Так вот, у него в упаковке шла лопатка пластиковая, для того, чтобы панели приподнимать. И шел длинный-длинный провод. Он больше трех метров. Соответственно, его хорошо, этот провод можно было проложить. Вот так вот здесь под панелью. Все ссунуть в прикуриватель. И все отлично было бы. Здесь провод в комплекте короткий. Лопатки никакой нет. Соответственно, вот оптимальное положение самого устройства я нашел. А провод будет вот так. Это не по фэншую. Я знаю, многие так ездят. Как бы, ну, висит провод, господи, что же он. Не перекрывает, как стойки обзор. Ну, в общем, да, не перекрывает. Но, если честно, вот мне кажется, вот такое положение не особенно аккуратное. И вот каждый день вот так ездить. Ну, лично я не могу вот так ездить в машине. Мне вот это не нравится. Меня это раздражает. Итак, устройство действительно достаточно точно указывает на места расположения камер контроля скоростного режима. Лишний раз не пищит. А если вдруг вас что-то раздражает, у устройства есть очень удобные предустановки, позволяющие настроить чувствительность гаджета. На мой взгляд, такая вещь хороша, если вы отправляетесь в путешествие по неизведанным дорогам. Из особенностей, которые мне удалось для вас разузнать, мне понравилось то, что устройство не перегревается на солнце. Я тестировал гаджет в достаточно жаркие солнечные летние дни, и устройство все время находилось на солнце, но не перегрелось. Многие автомобильные гаджеты, находясь на солнце, перегреваются, зависают и перестают работать. К откровенным недостаткам этого устройства я бы отнес способ крепления на лобовое стекло и очень короткий провод, идущий в комплекте с этим устройством. Два этих фактора не позволяют рассматривать гаджет как неотъемлемую часть автомобиля, знаете, так, чтобы закрепить его в машине, как говорят, на века. Была бы возможность аккуратно установить это устройство под правильным углом, где-то на лобовом стекле, и также аккуратно уложить провод внутри интерьера автомобиля, можно было бы подумать о том, чтобы оставить это устройство на все время в машине. Если оно вам не нужно, его можно просто отключать. Но вот в таком виде комплектации из коробки устройство я бы рассматривал только как аксессуар для дальней поездки. Ну вот едете куда-то, дорогу не знаете, вешаете, пусть повисит, помаячит, все, вернулись, вынули из интерьера, чтобы не висел и не портил идиллию красивой вашей любимой машины, и убираете его домой. Поедете опять куда-нибудь в отпуск, опять возьмете с собой. Вот такое финальное суждение сложилось у меня о радар-детекторе с GPS-информером PlayMe Hard 3. В описании этого видео есть ссылочка на страничку производителя, где вы можете ознакомиться подробнее с техническими характеристиками этого устройства, и при желании, конечно, приобрести. Ну а мне, мне покупать не надо. PlayMe мне это устройство подарили, буду теперь всегда брать его с собой в дальние поездки. За всем все, пока!